приветствую всех уважаемые любители спорта футбола и трейдинга мы начинаем наш очередной обзор сделок с вами Денис Тукалин и Алексей наш шеф по дилингу итак погнали давайте посмотрим на чем можно было заработать или потерять за прошедшую неделю итак первая сделочка у нас начинается с убытков и на самом деле неделя была не такая простая все-таки лето все-таки у нас июль месяц и рынок периодически засыпает в боковике особенно акции акции вот нефть допустим нам спать спокойно не дает потому что там постоянно движухи а вот акция не всегда бывает весь день боковике бывает полдня боковике здесь мы видим допустим сбербанк который находился до 16 часов фактически в боковике да это чистый боковик и здесь видно что актив практически не двигался немного скорректировался с открытия и применять здесь трендовую формацию было весьма рискованно мы обращаем внимание на волатильность не только за последние периоды но и на внутридневную то есть допустим сбербанк открывается проходит вверх 100 пунктов вниз 100 пунктов и застывает и в этой амплитуде ходит обычно пока амплитуда колебаний не расширилась пока волатильность внутри дня не наросла но я считаю что заходить крайне рискованно нужно дождаться когда актив проснет до абсолютно согласно идем далее здесь в общем то все понятно стопы 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 далее от того же трейдера мы видим продолжение и здесь тоже смотрите как интересно фьючерс на доллар рубль уже но очень много общего с предыдущим слайдом по сберу потому что актив тоже не проснулся да на первую первое время он был узком диапазоне да посмотрите буквально где-то даже 150 сначала потом 200 и только начиная с 16 часов пошло движение наверняка это какой-нибудь понедельник я вот не знаю что было 10 число но в принципе типовой понедельник выглядит таким образом что первый план я боковичок а потом движуха идет как только движение пошло так сразу трейдер берет у нас нормально так про здесь надо просто выжмать паузу и никогда не торопиться если видишь боковое движение можно сделать паузу выпечать если вы пользуетесь программой статистики вы можете эти паузы делать обоснованно вы можете посмотреть когда у вас самое убыточное время в течение недели и в течение даже по дням в течение каких часов и это время просто исключать из торговли пить чай пока не это настоятельно рекомендуется значит далее будет депозит мы видим на этой же сделке да как движение пошло и трейдер видимо даже не ожидая такого сильного движения весь день был боковик он здесь тоже закрылся рановато да хотя можно было каскадом пристроить много за графическая цель исполнена но по идее потенциал рынка был еще не исчерпан и можно было держаться для этого и нужен каскад идем дальше так здесь у нас тоже по стопу трейдер вышел я же говорю времена непростые значит здесь трейдер нас торговал отбой от минимумов предыдущего дня такой разворот продолжение это по сберу до шорт мы видим да ну и дальше трейдер убивает здесь единственное что за что стоит трейдер пожурить он зашел прямо на открытие европы в 11 часов открывается европа и здесь знаете прямо в эту секунду открываться достаточно опасного открытие европы или допустим к стата выходит или к америка открывается вы можете нарваться просто на какие-то покупки или продажи когда люди только начинают торги и заходят в рынок на неприятности да но в итоге 55 пунктов это была цена неприятности так что у нас дальше дальше моя сделочка значит здесь все внимание вот на вторую справа здесь у нас было удержание на старшем масштабе такое двойное донышко между дневная позиция была открыта значит цели были большие потому что чем формация длиннее по ширине затем она может отработать вертикально сильнее было ожидание что разворот произойдет как мы знаем нефть продолжила падать на самом деле эти все дни по стопу трейдер выходит у нас и здесь стоп стоял не просто а с реверсом то есть переворотом почему потому что нефть последнее время действует по принципу если не пойдет вверх пойдет вниз ну да если не пойдет вниз пойдет вверх то есть она как сжатая пружина все время такой боксер который вот-вот выстрелит там правым хуком по трейдеру и в итоге у них дошло до какого-то важного уровня трейдер очень аккуратно закрылся и по всей видимости ты вернулся вон здесь было закрытие не просто по уровню здесь был закрытие каскадом как по целям а вот открытие уже было по разворотной свечки но здесь вышел большой объем как мы видим ну это на самом деле старых скальперских приемов когда так называемый объемный разворот актив и так сильно падает потом супер объем все происходит некий полицейский разворот и мы входим позицию ну скажем так здесь наверное самое основное это вот было перевернуться стоп с реверса потому что на важном уровне цена наверняка куда-то сильно рванет до аккуратно и красиво да в итоге позиции вверх также закрыт каскадом можно было подольше но мы видим там последняя сделочка закрыта на такой разворот на сечке в стене так что да первую сделку может быть где-то увидите на следующих слайдах посмотрим так далее здесь у нас сбербанк справа у нас фьючерс слева тоже фьючерс немножко шкала слева на картиночке отрезана а вот маленькая врезка это как раз акция значит здесь тоже моя сделка рассказываю акция который выйдет на врезке значит достигла определенного горизонтального уровня сузилась в узкий диапазон то есть мы видим здесь на уже фьючерс сужение происходило с каждым часом все уже амплитуда становилась и это опять-таки эффект пружины такое ощущение что сжималась пружина длительное время и чем дольше она сжималась тем сильнее будет потом выстрел до выстрел пошел и даже я бы сказал сильнее он во-первых будет сильный и быстрый вот то есть как пружину как будто вы жали отпускаете обычно из сжатия чем сильнее рынок сжимают тем сильнее выстрел происходит и быстрее я смотрю здесь цель достигнут буквально двух свечах совсем до быстро хоть и через ночь позиция была ставлена это было сделано сознательно здесь был без вопросов объем риска регулировался а в итоге позиция открывалась на вот наклонные на и пробое и дальше происходило закрытие закрытие происходило не просто по каким-то там пунктам мы не всегда закрываемся там в соотношении в каком-то или по каким-то там целям расчетным иногда мы закрываемся просто по графической цели так мы абсолютно право в данном случае она была выполнена на базовом активе так что мы видим дальше дальше мы видим слайд который обычно остается за кадром это такие проходные слайдики сделки которые ну я обычно там не показываю потому что ничего особо интересного нет то есть вход там под системные начались у нас справа фьючерс на ртс лево фьючерс на доллар рубль младшие масштабы аккуратные входы и выходы ну потому что что-то смутило может быть что-то не понравилось капитал ушел на другой актив иногда по разному бывает говорят что-то пошло не так нет здесь как раз все так пошло здесь все получилось неплохо плюс профи там микро микро профи да но если даже это было закрыто в ноль я считаю такие сделки от нулевые просто трейдеры пристреливается то там то тут где-то движение пошло допустим справа движение пошло там не очень удачно а слева на фьючерс на доллар рубль наоборот удачно закрылся обычно найти трейдер как воробушек на веточке чуть только какой-то шорох взлетает и улетает так и нужно так дальше мы видим что мы видим алексей здесь все красиво здесь я смотрю актив открывался гэпом это у нас ртс после открытия после сильного движения мы всегда ждем продолжение что было сделано трейдером вход на пробитие первая цель взята затем также сильное движение после сильного движения также вход на пробитие наклонной и также взята цель и на этом на трейдер не успокоился он по-моему взял еще одну цель на пробитие 3 наклона да ну здесь получается так что открывшись однажды потом брал несколько целей да ну я бы сказал что несколько целей более того здесь коэффициент очень хороший 35 то есть стоп к тейку три с половиной и у нас как раз таки на последней мастер-группе страдал конкурс какой был конкурс конкурс у нас был первое на то чтобы кто достигнет самой большой цели сам большой цели в пунктах он кстати это хороший задел 900 пунктов максимум до по ртс . да так что в принципе вот иногда мы-то и конкурсы даем мастер-группе и ребят тренируем теперь у них есть за что бороться от 900 пунктов хороший уже бенчмарк сегодня я на мастер-группе объявлю вот мне кажется это так а мы идем дальше дальше у нас фьючерс на ртс ртс вчера что да здесь но здесь ретест обычный принц да красиво классика до месячный ретест ход цель все сделано видно что параллельно доллар вверх попер но это нормально ну это лишнее подтверждение того что до 3 зашел правильно так что зеркально они ходят дальше между дневная сделка на вот в большом на трех минутке как бы не очень может быть показаться а на старшем масштабе когда мы видим врезку 20 минут и сбербанк все супер да правда тренда открыть прям на гэпе потом чуть на отскоке и полное закрытие по цели каскаду а вот здесь трейдер просто вот наколошматил кучу сделок вот бывают и такие к нам приходят ребята после курсов после ну то различных как бы видео курсов там и так далее так далее но мало опытные которые только начинают привыкать к системе никак не могут отделаться от вот таких не системных сделок от большого количества знаете что переживать не надо вот то что мы видим сейчас на слайде это типичное начало крейдовской деятельности абсолютно все нормально никогда не переживайте за у меня снова такой был но постепенно с опытом приходит уже сноровка и понимание того где входить агонома да на самом деле вот мы с алексеем только сегодня за обедом обсуждали самое простое сам простая возможность избавиться и не впадать станете это малое количество сделок абсолютно правильно совершать редко но метко вот как на следующем слайде нашим завершающим мы видим горизонтальный уровень между дневной до дальше удержали дальше аккуратный вход до с небольшим стопом стоп в рамках нормы да здесь до соотношение может быть там один к двум но никто не мешает трейдеру братья каскадом и как на предыдущих слайдах вы видели бороться в нашем конкурсе за ценами призме такое ощущение что этот трейдер оставались еще цель это он взял только первую цель возможно возможно это ртс у нас трехминутный масштаб ну все прекрасно горизонтальные уровни вас и между дневные уровни очень важно очень важно их уметь искать и находить ну главное для трейдера пора ли сделать анализ время у трейдера всегда достаточно для этого и надо просто ждать свою формацию и не лезть какие-то сомнительные сигналы сомнительные сделки в данном случае трейдер правильно потратил время время было у него более чем практически полдня на то чтобы правильно вычертить уровни и правильно расставить цель он давно своего сигнала зашел вот результату да мы в общем-то выступаем за то чтобы трейдер имея ограниченное количество патронов все время бил четко в цель я иногда трейдинг сравнивать с биатлоном пробежался отрисовал уровне ударил выбил там 5 из 5 и пошел домой с профит они и не используются дополнительные ну что ж на этом мы на сегодня заканчиваем в общем то как и заканчивается чемпионат мира по футболу уже закончился мы в общем-то благодарим всех кто в нем участвовал все команды особенно нашу команду конечно же поздравляем французов которые победили за 20 лет второй раз кстати первый раз я очень хорошо помню это начинал только чемпионат мира смотреть ну и в общем-то будем надеяться что следующий 5 мира мы выступим не хуже французов да ну что ж всем большое спасибо за внимание и до новых встреч всем пока всего доброго до новых встреч до новых встреч